Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас на обзоре один из моих любимых насосов от компании Sunsan, модель CTF-6000. По своим заводским характеристикам потребляет 40 ватт. Сегодня во второй части видео мы будем с вами тестировать его в воде, проверим сколько уже действительно потребляет электроэнергии. Максимальная перекачка его 6000 литров в час. Скажу сразу, эта модель обновленная, еще была в предыдущие CTP. CTP при такой же мощности дает меньше объема воды. Я тестировал у клиента, потому он чуть-чуть дороже, но у него есть еще ряд преимуществ. И максимальная высота подъема насоса 4,2 метра. Это максимум, на который он может поднять воду по шлангу, но при высоте 4,2 метра воды он уже дает три капли. Потому лучше всего все характеристики насоса всегда делите на два. Итого, сам по себе корпус имеет установку, что вот так, что вот так. Данный насос, благодаря штуцерам, которые в комплекте, можно использовать как и для погружного использования, так и для наружного использования. И так и так. Если вы его используете и для наружного использования, не забывайте, что в системе должна быть постоянно вода. Потому ставьте обратный клапан, чтобы без воды, естественно, он сам по себе воду не закачает. Далее, по размерам. Префильтр имеет классные отверстия для всасывания мелкой грязи. 7-8 миллиметров без проблем через него проходит. Ротор это все перемалывает и выбрасывает. Высота его 27 или длина 27 сантиметров, 18 на 13 сантиметров. Корпус красивый, изящный, удобная ручка. То есть, все полностью сделано для людей. Провод, как и во всех насосах Сенсанг, которые идут премиум сегмента. Идет высококачественный силикон, классная оплетка. Все для того, чтобы провод не боялся ультрафиолетовых лучей. Длина провода 10 метров. Вилка обычная 220 с заземлением. В комплекте идут набор штуцеров. Ошибка многих наших клиентов. Ставят такой насос или подобный и подсоединяют самый тонкий штуцер с маленьким диаметром шланга. Если вы хотите получить максимальные характеристики, которые может дать данный насос, обрезайте штуцер первые два. Ставьте его на самый толстый, на сороковку. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды вы получите по факту. Потому что основа, почему одевают самый тонкий шланг, потому что он дешевле. Не экономьте, ставьте максимальный большой диаметр. Дальше. Корпус разбирается легко, в случае чего для обслуживания. Трифильтр предотвращает попадание грязи и так далее. Вообще, чем крутые вот эти вот современные насосы? Тем, что они мало потребляют электроэнергии. И вы уже за один сезон, благодаря экономии, с чем можно сравнить? К примеру, с насосами дренажными, фекальными. Они тоже много качают воды, но они очень много кушают электроэнергии. Там киловатт-полтора. Эти насосы потребляют копейки. Сам по себе насос, имея дополнительную оплетку для того, чтобы в этом месте не переломывался провод. То есть, все герметично залито. Есть возможность резьбовое соединение. Здесь наши штуцеры. Время от времени вы достаете, промываете ротор. То есть, все предельно, все понятно. Долговечность работы насоса обеспечивается за счет специального не окисляемого ротора. Изолированный смолой двигатель, износостойкий, коррозационно-устойчивый, износостойкий и коррозационно-устойчивый керамический подшипник, рабочий вал. То есть, все, что здесь можно, все производитель максимально засунул. И теперь перейдем к плюсам, которые я отмечаю. Насос имеет ротор спиралевидного типа. За счет этого он может пересасывать через себя грязь до 9 мм. Так как в итальянских насосах. И самая фишка данного улучшенного насоса в том, что при заклинивании нашего ротора насос автоматически отключается. Это вам сохранит его. Вы, может быть, не прибегнете к этому и никогда, но в данном случае некоторые наши заказчики кидают в очень грязные пруды. Засоряется от отверстия, ротор клинит и большая часть насосов просто перегорает. Данный насос отключается. Давайте перейдем к проверке данного продукта в воде и сколько же он действительно потребляет электроэнергии. Тестировать насос мы сегодня будем в нашем бассейне. Нам просто нужен какой-то резервуар с водой для проверки потребления электроэнергии. Для тех, кто на нашем канале впервые, можете посмотреть видео. Мы еще занимаемся креветкой розенберга. Это креветка, которая вырастает большого размера, довольно-таки быстро и очень вкусная. Это на сайте Zoocool и на канале Zoocool вы можете все увидеть. Но вернемся к нашему насосу. Опустили мы насос в воду, провод и наш прибор для проверки потребления. Включаем. Насос имеет плавный старт. Это увеличит срок службы любого насоса. Это очень круто. Все, наш насос пошел работать. Итого реальное потребление. Видите, 40 ватт. Давайте покажу вам, насколько он, струя у него очень сильная. Серьезно качается. Воды не достаю, дабы не распрыскать воду. Все, потребление 40 ватт. Для такого небольшого насоса, для таких действительно больших характеристик по перекачке, потребление ни о чем. Итого, друзья, протестировали мы сегодня наш насос CTF-6000. Насос крутой, классный, дешевый, многофункциональный. Я вам это все показал. Основное преимущество для меня, что он качает через себя мелкую грязь до 9 мм. И при заклинивании ротора насос автоматически отключается. И мало потребляет электроэнергии. 40 ватт. При такой действительно высокой производительности по факту. Ссылочку на данный насос оставляю внизу в описании. Кто хочет, переходите для приобретения. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Zoocool. И до скорых встреч.